Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы стали собрались в этом зале, чтобы проводить старый год и встретиться с новым. Уходящая в 2013 год была первым годом литературы, поэтому тема нашего традиционного ГВН, как сказал великий классик. Ну а в тоже студии, давайте познакомимся с жюри. Впервые в студийском столовом у нас учитель начальных классов «Опичина» Ирина Дмитриевна. Учитель французского языка «Зарипова» Наталья Ренатова. Учитель английского языка «Веридиана» Ребенка Михайловна. И в жюри также находят представители выпускников школы «Галлиганов». И по традиции возглавляют жюри «Тихомирова» Инна Николаевна. Капитан от «Кровод» просит подойти до жюри «Белкова». Итак, первыми выступает команда «Капитанские дочки» 10 класса. Вторыми «Мандаринка» 11 класса. Третьими «Медные люди» команда 1 класса. На сцене команда 10 класса «Капитанские дочки». «Мандаринка» 11 класса «Капитанские дочери». На этом, друзья, мы в Купе насыщем классической литературе. А как известно, классик является островой для современной лица литературы, и также большой ПВС является островой для нашего школьника. Поэтому мы решили взять за островую классический традиционный формат ПВС. А это значит, что наши приветственные продолжатся в стэмах и музыкальных домашних заданиях. И как говорит великий классик ПВС Александр Васильевич Несликов, мы начинаем! Классика, пилеты становятся объектом жуток, и мы хотим создать свои. Случай с нетерсом довольно-таки особенный. В школьной программе нетерсом изучать довольно-таки рано. Настолько рано, что к выпускному зданию в главе не остается ничего. Абитуриянская фраза «Не хочу учиться, а хочу жениться». Вечный вопрос, который мучает школьных задающих тест по английскому языку и грамматике. To hear not okay if there is a question. Хей! Что это было бы смешно, если бы не было так грусти? Абитуриянская театральная музыка шокировала комиссию тем, что заявила, что Джорин, удержаваясь лично по Кавказу, утопила Анну Гареньеву, чтобы купить себе шанель. Стоп! Стоп! Пребят, а где тренд? В Армейку, в США, в Соединенные Штаты Армении. У каждой кубернации по-моему бывает такой момент, где у нас остается сделать чуть-чуть. И тут наступает борческий кризис. Так же было и удалось. Ребят, как команду мы зовем? Не знаю. Какая тема? Интересно. Я знаю. Давайте назовем команду Евгений и Онегин. Я Евгений, ты и Онегин. И вместе мы Евгений и Онегин. А давайте назовем команду Дружба. Если победит Дружба, мы в этом случае будем выигрышем. Дружба серьезная, на 10 класс надо что-нибудь повзрослее. Повзрослее? Это можно. Например... Хоть и два девушки-то! Железно! А, например! В суде за могут быть преподаваем, мы знаем вам, но у меня... Не, это как для наших... Не, это не? Собственно, это и был наш первый раз. А, вскоре жизнь будет. Давайте что-нибудь поинтереснее придумаем. Поинтереснее? Мон-капитэй! 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 Это... Это же... Это же... Это же... Это что я сейчас был за бедзапный крокодил? Ну, это мы по-французскому проходили. Достаточно эффектно. Вы меня звали? Наш капитан? Слишком эффектно. Подождите-ка. Капитан? Классика. Кушкин. Капитанская дочка? Слушай, ну... В нашем случае, Капитанские дочки, команда на 99% состоящая из... И с веночком, 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 и с веночком. Ну что, Кирина властная, что ли? Да! Ну и так! Именно так команда получила свое название. Мы – Капитанские дочки. Мы с нашим капитаном и во кольку, и в воду, и вены друг на 5. Ему не1000! Все молитва! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня на встрече команды пятого класса подарите! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Наша учительница литературы задала нам выучить стихотворение. Давайте представим, что творится в это время в нашем классе. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Что же, давайте проверим нашу домашнее задание. К доске пойдет... К доске пойдет... Заталья! Да пребудет с тобой сила! У кого я дуб зеленый, злота, я сыт на дуб бетон, и днем, и ночью... Вот как-то шуми... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла... Да я же уже прямо! А вот знаете, мы все любим читать. А давайте посмотрим, как это происходит дома. Ну что, сынок, давай, открывай книжку... Открывай, 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 открывай... Жанник, это сделано всего там... Вот и эту злобу нам с тобой с тобой прочитать... Давай, читай! Мне лень! Как у нас есть? Так, Клищ! Так... Как заставить сына читать? Опять в мою руку... Анаша, запрошу, что не найдено... Ладно... Клищ, ну давай по-хорошему... Кожанка! Не открывай! Нет! Ну... Что делать? Алло, мам! Мам! Он свой гнук читать не хочет! Кому позвонить? Ладно... Ты еще? У меня появилась идея. Если ты сейчас же не прочитаешь вот эту локонку, я позвоню одному дядю. Давай! Ик-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки! Алло! Алло! Фанат Васильевич? Да! У меня сын читает не хочет. Положите, пожалуйста. Да, конечно, отбуду. Отлично! Лиу-иу-иу-иу-иу... Это мой цвет, а его книга, как он должен прочитать. Я сейчас доберусь. Эта, здрасте. Почему не читаешь? Другой день. Михаил. Как лучше. Да. Вот ты молодец. Видишь, какой хороший. Маме довольны? Вольно. Иди сюда. Будешь читать себе? Будешь, да? Да. Вот мы любим читать. И вам советую! АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене команда 1-ского класса Бьета Иллюмина. Ни зачет и ни тест не хочу я сдавать. Я на школьную сцену приду выступать. Свой фасад темно-белый. И в подьма я найду. Между быц и же стуль. Я тихо. Иду. Позгрибучим. Позгрибучим. Ступеньком. Сбираюсь. Я ввысь. Для того, чтобы сказать. Выступление начнись! Акку. Акку. Столы. Улы. И очень яркий лампосвет. Сидит в жюри. Четверть века. Все будет так. Другого нет. Зима. Учитель торжествуя оценки выставит в журнал. А ученик же снег почует. Припомнит, как долги сдавал. Вы помните, как я стоял, приблизившись к доске. Сволдного находили вы по комнате. Чтоб не зачет скорее поставить мне. Вы говорили, надо постараться. Что вас замучила моя жальная жизнь. Что вам пора за дело приниматься. А мое дело катиться дальше, вниз. Осталось солнце. Така была. Январь. Зима катилась. И ощущение Рождества во времени носилось. И накануне новых дней собрались мы все вместе. Чтоб дошудиться до чертей. И не стоять на месте. Три буквы. К. И В. И Р. И смех сегодня снова прорежет монолиты стен. Пробьет брезенты крова. Шутить всегда. Шутить везде. До дней посредних донца. Шутить. И никаких гвоздей. Вот лозунг. Наш. И солнце. Мы бедные люди. В богатой фантазии. Я вижу, наши соперники уже напрягают слух. Приветствуем вас. Со всем вашим многообразием. Сегодня увидим. Наш грозный дух. Вы все сильны. И прошел ровно год. Но для беспокойства я повод не вижу. И даже если вы будете прыгать в каркот. В романе Эдгара Пол. Мы постараемся. Быть на полу выше. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Оценки за титку команды капитанские дочки. Два, два, три, два, один. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пузырей, замечание. Дело в том, что первая команда перебрала три минуты к норме. За что у нее штрафной очко минус один. Оценки за титку команды Моноринки девятого класса. Три, три, два, два, два. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще замечание и из команды, что время они тоже перебирали полторы минуты. Снимаем по главу. АПЛОДИСМЕНТЫ Оценки за титку команды Медлевия девятого класса. Три, три, три. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за то, что вы разрезаете в норму. Спасибо. Начинаем отминку. Вам будет предложено продолжить фразы известных писателей. Задумывание – третий секунд. Выпуск оценивается в 3 баллах. Если с утра съесть лягушку, охлата дня обещает быть чудесным, поскольку… Как отвечает команда «Капитанский дождь»? АПЛОДИСМЕНТЫ Если с утра съесть лягушку, охлата дня обещает быть чудесным. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если с утра снести лягушку, а старт огня обещает быть чудесным. Если у нас есть лягушку, то меня обещают быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади, Марк Твое. Кто ищет миллионы, без молитвы их находят. Но зато тот, кто их не ищет… Извечаю команду «Катранские дочки». Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто их не ищет, ничего не потеряет. Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто их не ищет, знает то, что искусство по идее требует того, что я один, без пухиха, населения, новых послов, за разорит, надежав, на связи с системой, желая насилия собственного носа. Сам себе подавая одежду и спускаю слезы вечерней газеты. Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто их не ищет, не находит никогда. А это все просто и гениально. Ехать со своей женой в Париж, все равно что? Итак, время нужно. Первая часть команды «Тонские дочки». «Тонские дочки». «Тонские дочки». «Некогда цену и Париж, все равно что есть в трибуках утром». «Некогда цену и Париж, все равно положить эксперимент в Бабару». «Так, команда «Петлюб». «Чемпомедили?» 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 «Ехать с женой в Париж, все равно что потом научиться жить там, как леди». «Чемпомедили?» «Некогда цену и париж, все равно как электроники», как «чемпомедили?» 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 Команда «Фитанские дочки» Три, три, два, два, два Команда «Бедные люди» Два, два, три, два, два Команда «Бедные люди» Два, 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 три, три Ни для кого не секрет, что вы будете проводить свободное, а порой учебное объявление в социальных сетях Представьте себе, что известные представители, живых в нашей дне, имели бы свои гаички вконтакте И, о чудо, мы обнаружили, что в сети живут все великие классы Ваша задача – за 30 секунд определить чай перед вами с гаичкой И за 30 секунд придумать статус автора Скорость отъявляется в два балла И так, время вышло. Можно «Бед»? А, бед, про что? Да, это правильно «Бед» Итак, Редушка, какой этаж? Пишу последний ритм-дом в районе, надеюсь, что скорее закончится. Начинаем. Время истекло. Итак, как вы думаете? Извечает очередная ручка. Стой. И это не правильно. Это страничка, срочетая семена. Какой станут вы думаете, на этой ручке? Еще 20 секунд. И так, какой станут вы думаете? Еще раз можно? Я, хулиган, люблю женщин. Я не слышу, мне это хулиган и люблю женщин. Но, 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 че, 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 дай, конечно. Взвешает эту алету команда 1-го класса «Бедные люди». И так, время закончилось. Как я говорила, Абнатель Булганович. И это правильно. Вам дается ждать секунд для того, чтобы вы приняли на старт. И так, кому танцы придумали? Сижу и кого-нибудь ровно подчиняю прибыль. Командор Агитар Абонтель Булганович. За разливку получаем 1-2-2-2-2-2-2-2-2. Команда Монорит. Один, 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 один. И команда Бедные люди. Бау. У жюри есть мнение. Команда, извините, Бедные люди получает пол за это. Команда, извините, Бедные люди получают пол за это. Для старших творений об этой артисты. Забасы. Знаю большой стиль. Например. Хей, привет, как дела? Забасы. Хэзэ. Хочу знать. Например. Основный новый дом. Хэзэ. Вэдэфэ. Великие творения фета. Например. А что вы сейчас проводите? Вэдэфэ. Ом. Образ мужественного героя. Например. Дайте какую-то тюрьму. Ом. Кэ. Какой хитый комментарий. Например. Шевероком. Кэ. Вэдэфэ. Мудрая басня. Например. Муси-муси-муси-муси-муси-муси-муси. Мам-бэ. Азадус. Афгусский дамысел, Афгусский дамысел, Афгусский дамысел. Например. Почему они, такую детскую, они же твои друзья были? Азадус. Ом. Лучший отечественный ревелик. Например. Не си-мус. Ом. Как известно с классическими произведениями, в прежние времена в «Звезды и поваре» ездили с передавок «Сердце» Селинады. Давайте представим, как можно позвучать Селинаду в «Арскверк-Кейбе». Селинады Все мы знаем, что «Гэн» — это отличная возможность сменять секунд встать и перевернуть за стоп-напр. Мы решили это доказать. Как здорово. Ещё и по литературе учить. Мы там передавать будем. Как здорово реагировано. А если бы можно всё изменить? А нам изменить? Как же? Смотрите, что я нашла на Алиэкспрессо. Мэй, короткайна. Ребят, что? Походят в машину в рейтинге. Вот это поворот! Смотрите, кто изменить? Для кого же эта экст rack? Господи! Да кому же эту экст exercise? Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вечером, накануне с лунного дня Когда надо создавать джинерам Уже проверенное сочинение К каждому зрителю русского языка И литературы Просыпается небезызвестный нам Сосистский символ лености Илья Ильич Аблору О боже мой Сколько сочинений Я не знаю Что делать Боже мой У меня распространялась голова На самом деле Я вам узнал Что сочинение написано Глубокой ночью на дому неотдаче Что написано сразу без черновика Что остальные без пробегки Что они висят больше двух Внадежными головами Как такая милярка Визит домашний контрольный по физике Литературы по истории Тачки по французски И его как и прочее И неотче будет понятно Твоя моблок Как можно оттягивать Момент в прикосновениях Нет Не могу Ну я паси вам Захар 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 Устал я Надо переноснуть Весь день собирался Собирался проверить сочинения Но увы Пойду под чаем себе Я не могу В идеале У сочинения Это надо проверить Придется самому проверять Так Листочки не проверяем Ладно Первое сочинение Анастасия Суботина Пушкин дал своей героине Имя Татьяны Это совсем простое имя Ницарское Как например Анастасия Слышно свищает Слышно свищает Слышно свищает Слышно свищает Слышно свищает Анастасия Анастасия Сочинение Филиппа Иганорова В самый ответственный момент боя Капитан Тужин С батареей в руках Бросился на врага Пошел На французов Спасать Отступающее войско На родину С Толстого А я предупреждал А я предупреждал Сочинение Анастасия Сочинение Анастасия Анастасия Ачтем Герой рассказа Зала с собачкой И Замужний мужчина Ладно Не стану И стою Нет Ладно Ладно Не останавливайся Херасим не мог отдать Муму, он по-дружески утопил ее сам. Херасим не мог отдать Муму, он по-дружески утопил ее сам. Муму, Муму, и Керасим не вывел. Ох, где времена? Те старые, где пятый класс, когда не было сочинений? Где? Все не то уже, все не то. Не переживайте ли я лечу, присядьте, я почитаю. Может все-таки найдем что-нибудь нормальное. Хрестаков в четвертом действии окончательно развязался и начал блестывать за женой и дочкой Городничева. Куси-си. Монархи хотели в цели сделать монархом, но в цели я не хотел стричься в монархе. Ведь монархам нельзя из мяса житься и хранить в женский монастырь. Вы понимаете, это монастырь, это никаких девушек, ну да бог с ним, с девушек, но мясо, как служба и мясо. Без мяса, я тоже без мяса не смог, ну хотя, что тут мясо, а вот без обиденного сна. Ладно, это наша последняя обедка. Швабрин ударил Гринёва в левое полушарие груди. Конец придумать самим. Ох, ученики, пожалуйста, учите литературу, чтобы вашим учителям не приходилось открывать для себя столько новых, чудных открытий. Учитесь! Молодцы! 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 Попробуем их за! Молодцы, за! Молодцы! 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 Здравствуйте! 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 У меня «Билет — его ноль два» житель Александра Сергеевича Жениховича. Замечательно. Ваш первый вопрос. Чем занимался Пушкин свободный отлей? Он тусовался, да. Пушкин тусовался? Вы сейчас серьёзно ходили? Ну нет, я не мог бы тут на Баты ходить. Ладно, и с кем же он туда ходил? У него были друзья, например, Державин, Тючель Петер и Олегин. Олегин, друг Пушкина? Нет, нет, нет. Или да? Нет, совсем нет. Хорошо, следующий вопрос. Как звали вас любит Энзор Пушкина? Дарья Донцова? На бал прибыла Дарья Донцова? Нет, нет, нет. Анна Харенина. На бал прибыла Анна Харенина? Ой, нет, совсем не то. Наталья Дочерова, вот, вспомнила. На бал прибыла Анна Дочерова. И это прежево! Слава Богу! Наталья, я вас обожаю. Слушайте, и я вас обожаю. А давайте убежим. Только вы и я. Да, давайте убежим. Я, вы и такси. Так реально быстрее. Ну какое-то... Это... Это суловом пенье Булешова? Ну простите, я имею в виду лошадь. Расскажите-ка меня что-нибудь из своего новенького? Конечно. О, сколько на нас кредит чудных. Бум, шага-така, бум, шага-така, бум, шага-така, бум. Ну да, что-то вы себе отсутали. Мне надоело. Ну простите, мне просто нога разломило. Ну ладно, быстро отвечайте на вопрос. Кем товарищу? Ну, он конфликтовал... Толстым, да? Лёвушка! 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 Дургей его читали? Нет! Гоголя читали? Нет! А кого вы читали? Толстого! Толстого! Бай-бай-бай! А ты что-то не делаешь, а? Бошкин! Это твои! Катенька! Солнышко! Ты хотела сказать! Что тушь? Стрелился с Толстым! И с Закончёвой! Ну, запомните уже наконец, что стрелялся он с Дам-тестером! Но я и не хотела сказать! Просто меня не дослушали! Ну? Вот так. Господа! Я давно хотел вам признать! Я Лёвушка! Я Толстый! Я Толстый! Так не доставайся уже ты! Никому! Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-голю? Ау! Стоп-стоп-стоп-стоп! Так это же вообще не оттуда! А-а-а! Вспомнила! Малина, ты ты так из Кончарова! Всё, либо ты сейчас же мне говоришь, с чем закончилась дуэль, или я стану тебе пересдачу. Катя! Смотри! Я его! Бах-бах-бах! И за меня! А я... Хорошо, как вспомнила! Достойте гостей на раннюю Пушкина и за Кончаровой! Ай, ну я! Ну ладно, Катя, как уж и быть! Фигзалец да! Ура! И... Ручку влево, ручку вправо, ручку влево, ручку вправо! Опускаем! Берёмся за ручки, шаг вперёд и подлон! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Команды, представительские дочки. Да, с ними и дочки. Это же... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НАВЕ craft вызжившие люди! Доверные... » АПЛОДИСМЕНТЫ И combinede particular loop, а еще поставим guys Ваши задача озвучить кадр, который был введен на экране. Конкурс оценивается из трех моментов. Команды и дополнители получают по полпала. Если выступающие, то человек устраивает, назовут автора и название произведения. Каждый оценивается по полпала. Вот скажи, ты выучил литературу? Ты выучил литературу? Вот ты выучил всех глоков? Каждый оценивается по полпала. Каждый оценивается по полпала. Бедная Россия. Про полпала. Ну давай, расскажи. После вас. Это как после меня? Оценивается по полпала. Он там сидит. А этот вот первый взгляд. Почему? Ти-мон. А давайте. А можно со звуком нормально послушать? Это слишком просто. Ты со звуком. Ну, так. Это Александр Сергеевич Пушкин сказка про золотую ручку. Не, не, это сказка про золотую ручку. Ты чего, Пушкин знает. А какие? Вы работали в ручку. Кто у нас Пушкин? Что у нас сделал Пушкин? Ну, если это спрашивают. Я не знаю, кто тут не знает, не скажут. Я не знаю. Должь переносить в школу. И совсем не кушать. Промахну я же говорю. Ну, я вверх-то позвали, поставьте еще что-то с вам. Ну, что, Порусь, пойдем вот и рост. Конечно, конечно, бежим, бежим. Бежим, зачем, Поруся? Ну, что ты кролик? Я хочу этих кроликов съесть. Давай на ужин съедим. Почему, пожалуйста, ручье? А то уж пора. Думаешь, давай не надо сговорить, пожалуйста. Не надо. Что, ты что, смеешься? Ну, что ты старая карга не забытираешь? Какой-то... Да, мои дочи пить, вот так вот, да? Не боюсь, ручье это свелиться. Надо назвать произведение, которое было в сентябре, то и важно. Приглашается последняя команда, мандаринки. Даша, ты что расскажешь мне, а? Нет, там, в общем. Много газа, здесь у стола есть. А картошка дорожала? Да, да. Два раз почти. О, запас растерпается. Ой, да-да, она придет в свои ушары. Ну, так, понимала. Давай. Эй, че те. А че помидорм тоже такая подорожащая? О, тысячу остается св inspiration 1 года. Вааа! Соцените авторы и произведение? Угу. Команда «Обедные люди» — 3-3-3-3-1. Команда «Компитанские дочки» получает… 2-2-1-2-2. Команда «Мандаринки» получает… 3-3-2-3-3-3! Команда «Мандаринки» получает… «Мандаринки» получает… «Мандаринки» получает… «Мандаринки» получает… «Мандаринки» получает… «Мандаринки» получает… «Мандаринки», «Мандаринки» Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Три-три. Три-три-три. Три. Вторая команда «Белые люди». Два-два-два-два-два-два. Следующий конкурс называется «Тот шестой же». Ваша задача — за 30 секунд понять без слов, в какую интересную сказочную пару пытались при воплотиться ваши друзья. Можно воспользоваться одной подсказкой. Максимальное количество баллов — три. Красная шапочка. Красная шапочка. Красная шапочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит колокольчик. Вселенная шапочка. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, красавчик! Итак, Жеребенов, Путин Центр. Первая команда — Капитанские гости. Итак, отзывайте. 3-3-3-3-2. Вторая команда — Мандаринки. Ответ же. 3-3-3-3-2. И последняя команда — ответная линия. Оценки. 3-3-3-3-3-3. Песня для первой команды. Если бы была весна, кишлаков и аркулов, ау, всегда узнали бы других ночей грустных. Прямо шли великаны вдали пищатого деда. Капи не было зимы. Да? Что? Капи не было зимы. Так, хорошо. Не нужен зимы. Это капы села. И никогда не знали мы, Экви не веселы. И в душевном подожжении После Светлой Павлы Не при 듣ала бы ручня Кавкалы, Кавкалы Не при 듣ала бы ручня Кавкалы, Кавкалы Что самое мотое село Чтоб не было земли, А что там ели не правильно Ну и Fre sekaley досынались и вы Кровохок не верим Испрючили этот врагоз Нам очень молодцы Между маленькими садят 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 Кавкалы... Я вторичью Мы садят 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 Парк-парк, а не белого зимы, Дорога веселых, И когда бездалек, И ветром не веселых. Вторая команда «Верный». Лето, много тепла, С друзьями места, Суша, деревня, никто из песка. Нескоро зима, Асфальт застынет тогда, Перед красным окном Они уйдут навсегда. Лето, много тепла, С друзьями места, Суша, деревня, никто из песка. Нескоро зима, Асфальт застынет, И тогда, перед красным окном, Они уйдут навсегда. Лето, зима, Много тепла, Шума, гладко, И ящика, Голос, Класс, Голос! Так, Она из час не будут. Скоро делается. Буле, Нескоро. Дима-голода, дима-голода, дима-голода! Итак, вместе взяты третья команда, капитанские отчасти. Пусть пить на краю исчезает лето диспазент. А лето на окошке? Да, да. У-у-у-у! А теперь мы на земле. Пусть пить на кучке, Пусть пить на окошке, Пусть пить на окошке, Пусть пить на окошке, Пусть пить на окошке, Она снежки сорила, В герозной картушке, Она сучила пряду, Паратка ласты, Пусть пить на окошке, Пусть пить на окошке, Пусть пить на окошке, Команда пандалитов. Три, 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 У-у-у, извините, сейчас я за вопрос. Девятая ритма, Три и три. Пусть пить на окошке, Вторая команда, Бедные люди. Один, Последняя команда, Это оконченной окошке. Последняя команда, У-у-у-у, извините, …поманда, за угаданного капитана. Команда, вы поняли, нет? Да, да. Что здесь вам придется работать? И еще полбала за название произведения капитана или команды. И еще полбала за угаданного автора команды или капитана. Ясно, да? Ясно, да? Нет, команда помогает. Дети, дети. Капитана Гранта. Саша, вы про какого капитана? Фарту мне вручили подарок. Он выглядел странно. Я забрала его к себе на судно, на котором проводился тренинг. Керамику не все любили, потому что многие не знали, что это такое. Мы свернули к керамику. 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 Понимаете, с керамикой, чтобы успокоить нервы? Потому что это неспокоить нервы, хоть куда-то зажим, что не очень хорошо. Я положу подарок ураганным, который использовали для керамики. Открыл подарок и обнаружил там пучок скрипок. Я поприл. Я был очень люблён. В руку бросился нож. Это всё судорожно потянув себе свободной рукой клавиатуру. Я забыл. Что означает пучок скрипок? А он не знакомился. Немного покатят, одет любимый свитер, я решила подумать об этом вопрос. Что это с пучком скрипок? Я не люблю ничего странного. Чего? Я с вами. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАДОСТАВКА НЕГО ЗА ДЫНКО АТОСТАВКА И СЕЙОДННЯ Я ДОЛЖУ Что МЕНЯ Когда ЕДЕЛЯ ПРОКАЛОЛ И КОЛЕСА НЕГО НЕГО ОБОСТО ПОТОМУ ЖЭРА Я РАСБЫЛ СУСЬ ДЕЛЬМА Но НИЩЕО Я ПРОШЕЛ К СТОЛУ УВИДЕЛ БУМАГИ ТЕТРАДИ И РИШИЛ ЧТО НАПЕСАЛЬ Писал это долго, потом заметил то, что на стене сидела большая норозная муха. Мне пришлось гоняться за ней, но минут 20. Я ударил на стенки плечного, могла сделан из дерева ровида, проломил ее насквозь. И аэродосентритическая кислота в моей крови сделала меня через себе. И я сел рассматривать. Опять рассматриваю, что у меня ничего не получилось. Опять у меня бит, попытался, ну не знаю, в этот раз как-то не зашел. Все, я составил список, делал на завтра. Починить стену, закинуть колесо, еще много того-сего со сложными названиями. Не будет интереса, но вы понимаете. Так, в ночь я встал, посмотрел, проснулся и, не знаю, горе на душе. И во мне было столько лет, и я вышел на улицу. Было холодно, зима, ветер. А мне было пантом, было темно, улица, много аптека. Я пошел в какой-то тузкий свет, и я пошел в аптеку. И я срочно, может быть, по-другому. Я прошел в какой-то школе. Продолжение следует. Продолжение следует. Да? Восстанов reduce. Костondo. Я схожу сейчас. Я встель вверх. Вот и вы. Акады тоже нет. И капитаны так звали? А, Смешник. Александро. Александра каковая ты. Александр. Хорошо, может, потому что это невероятно. Однажды, после долгого рейса, я решил гонить, и мне просто хотелось иметь чай, но ничего, в корресеточке я не нашел. Немного побрести, я решила, что попрыгнул сам, за разогнать льда, потому что дома у меня не было долгое-долгое время. Но, к сожалению, и там я ничего не нашел. Тогда я решила идти на улицу. На улице не было никого, на улице вот только Турбан. Я думала, что это знак. Но пока я думала, что это знак, я буду вспомнить, что моя мама просила купить меня шампури. Это означало, что мне стоит долгий полетик для мамы. А в санолет я нашел буклетик. В этом буклетике было слишком много информации, воеду я в нем в окно, что он не отказывает главные мысли воедете. Но пока я летела, я вспомнил школьные годы и... Ну вот, как и Надежда Андреевна! Я не знаю, что я не знал, что я не знал, что я не знал долгое время, а дорога долгая. Я летела, летела и заснула. Я говорю так. Я очень хотела кушать, поэтому он меня принесет, я взорву в сны, и я принесла сюда купить. Внезапно я проснулся, потому что самолет начал плести. Знаете, в трудные минуты начинаешь дурнуться с очень ненужных вещах. Мне нужно было думать, как спустись, а я думала оховать. Оховать. И оживление. Потому что я очень хотела кушать. Я очень хотела кушать. И так, я тел, тел. Вдруг понял, что чую туда. Врезность. И пламя. Конец. Оценки, суманы, бедные люди. Четыре, три. Четыре, четыре, три. Последняя команда. Оценки. 2, 1, 4, 3, 2. Последняя команда. Оценки. Три, два, три. Последняя команда. Аплодисменты. 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 Аплодисмент. 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 Аплодисменты. Настал торжественный модерн. Аплодисменты. Аплодисменты. На лифте будет переволо. Выживание, конечно. Скоро чувствуете, какие вы? Но после всех споров, тем не менее, мы пришли к согласию, как и положено на рынке. Первый, первый, ну не самый главный пока, приз. Вообще он номинирован как самому элитированному и находчивому. И этот приз достанется больше за находчивость. Но находчивость присутствовала везде, всегда, всюду и вовремя. Господин Грянь. Еще один приз, но менее важный. Поскольку столько смеяться, сколько весь зам смеялся сегодня во время исполнения, известнейшей классической вещи в лице Обломова, по-моему, никто и никогда не смеялся. А значит, самому артистичному или, вернее, самой артистичной. Госпожа Бунина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы так не могли найти человека, которому мы единолично вручили этот приз. Поэтому мы вручаем это даже не команде. Мы вручаем этот приз классу. Мы вручаем им цикл нашего Нового года, потому что все они были в настроении огненной обезьяны. Больше того, они показали таланты в страни большому театру. Девятый. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Это признан у музыкального игрока. Игрок один. Один в музыкальности. Девятый класс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вы знаете, в лучшем от отзора было сложно, конечно, определить. Потому что сегодня были наши все. И тем не менее, путем прямо-таки тщательного разбора всех пар, всех выражений лиц, всей грации, всей... все... все выгубки. Ты можем помочь в всего и всего. Пара. 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 Мадам Курюковой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодцы! Молодцы! Ну, игроку, который внес много, очень много баллов в копилку своей команды, вручаем символ, я бы сказала, ну, тоже эрудиции, хотя и талантов там немало, вручаем, где университет у меня, вот, нашла. Итак, университет у нас сегодня получает Роман Таразанский. Ну, и, наконец, лучшему капитану. Вы знаете, не без споров, не без споров, но все-таки с преобладающим преимуществом, подзорную трубу, почетный символ лучшего капитана, получает капитан команды «Бедный Мюдик». Молодец! 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 Капитанские дочки, занявшие 3-е место в ежегодном школьном ПВМ. Респондент, если в следующем году выдумите еще лучшее. Поздравляем вас! Грамота выдана команде, занявшей 2-е место. И это команда Мандаринки! И, наконец, выдана грамота команде, занявшей 1-е место. Думаю, даже самый недогадливый, все равно догадается. Команда Вене Юрьевен. Всего доброго! Молодцы! 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 Молодца! Молодцы! Молодцы! М adjustmentression река не руły! Молодцы! На courses绦линой рубашине! Сегодня мы награждаем трёх человек. Трёх человек, вложивших всю душу в сегодняшний КВМ. Итак, это представитель девятого класса Кузнецова. Председатель населения Канадова, которая всегда была на третьей школе, всегда была. Это представитель десять-пятого класса Маслова Александровна, которая вчера вчера дискуссировала в школе, а вчера даже её выгнула вместе с командой. Извини, что выгнула. Может, этого и этой минуты не хватило? Нет? Нет, ничего. Всё впереди, Саша. И это, я бы сказала так, швед, жнец, дотудей, грец и ещё оператор Анастасия Сумодина. Вот так. Думаю, что, наверное, это справедливо. Спасибо большое, Саша. И давайте ещё всем попробуем. Все команды, а следует. Спасибо.